добрый вечер рада вас приветствовать сегодня в нашем на нашей лекции которая посвящена такой очень важной животрепещущей темы для художников для реставраторов проблема применения покровных лаков для масляной живописи и я рада вам представить химико-технолога компании черная речка который представит вам инновационный материал разработанный им ну я думаю он подробнее сам расскажет об этом рада передать слово спасибо лиза еще раз приветствую всех которые были на прошлой лекции и вновь прибывших слушателей действительно сегодня будет рассматриваться тема которая является крайне важной для художников и для реставраторов живописи дело в том что покровные лаки или финишные лаки во многом определяют внешний вид выполненной работы поэтому вы просто хорошую живопись можете загубить неправильным лаком который просто испортит хорошую работу или старую работу вот поэтому это очень важная тема покровными или финишными лаками обычно называют жертвенные лаки которые а подразумевается что они удаляемы они должны быть удаляем лаки которые сшиваются или не могут быть удалены относительно слабыми растворителями не являются покровными многие художники например тот же сальвадор удали он жертвенные или финишные лаки не признавал он в своей книге 50 секрет магических секретов мастерства описывает и говорит что все лаки которые вокруг нас продаются можно собрать в один узел и выбросить есть только один божественный лак это янтарный лак который выпускает фирма blocks он рассказывал как он его наносил левым мизинцем левой руки и втирал свою живопись это конечно причуды мастера были но он использовал очень дорогой лак янтарный который производится сейчас фирма blocks но мы говорим не об этих лаках а говорим о тех лаках которые действительно удаляемые то есть удали этот лак часть его живопись вот сколько будет живопись его существовать он этот лак будет присутствовать а мы говорим о тех которые защищают и повышают эстетические или оптические свойства произведения искусства окромные лаки появились ну сразу же вместе собственно с появлением техники масляной живописи да и до этого иконы которые темперная живопись которые более древние они тоже покрывались теми или иными покрытиями это могли быть и восковые покрытия или лаки лаками обычно называют растворы смол растворителя при этом различает два основных направления в лаках это лаки на водной основе и лаки на основе растворителя и там и другое растворитель как бы вода выделяется вот так например выглядит современный лак испанского производства в олег это акриловый лак их а часто акриловые лаки бывают как на водные так и не водные основы вот поэтому тут нужно сразу отдавать себе отчет что нужно внимательно понимать и и видеть что вы пытаетесь использовать естественно они между собой не смешиваются так вот а на протяжении в начале применения лаков художники использовали природные смолы это были смолы мягкие такие как мастикс чуть-чуть потверже смолы можжевеловые и потом где-то девятнадцатому веку первая половина девятнадцатого века появился лак домарный на основе мягкой природной смолы домары вот все смолы были смолы и более твердые к ним относятся смола так называемые капаловые вот причем капала разделяется в зависимости от их растворимости в масле или спирте мягкие капаловые смолы растворяется в спирте твердые капаловые смолы растворяются в масле при нагревании мягкие лаки капаловые на спирту они удаляемые ну например спиртовым раствором лаки твердых капаловых смол там например капал зензибар сиерра лиона там еще другие есть твердые капалы они удаляются только сильными растворителями которые опасны для живописи теперь а как бы в последнее время появились синтетические лаки лаки синтетические появились где-то начиная с тридцатых годов двадцатого века а дело в том что лаки на основе повсеместно применяемые лаки на основе домары или до этого мастиксом они наряду со своими достоинствами о которых я чуть ниже расскажу имели большие недостатки то есть они буквально через иногда 15 лет желтели темнели мутнели и перестали выполнять свою функцию а в чем же эта функция функция с одной стороны это защита авторской живописи от воздействия а химического от воздействия влаги кислот и прочее а также от вандалов в некотором виде то есть чтобы живопись не царапалась как бы для для этой цели то есть выполняли защитную функцию вторая функция это эстетическая или оптическая а задача которые выполняли лаки дело в том что лаки на основе природных смол ранее используемые проявляли живопись то есть появлялся так называемый цветовой контраст возникал который значительно углублял живопись и делал ее эстетически более привлекательной вот это свойство многими художниками и ценится то есть блеклая живопись без лакового покрытия вдруг начинала всеми своими красками сиять кроме собственно этой функции лаки так прошу прощения потерял мысль а ну вот несмотря на все как бы достоинства эти лаки лаков например на основе мастичного мастичной смолы на основе домары эти лайки довольно быстро теряли свои и защитные и оптические свойства если говорить об оптических свойствах они начинали желтеть темнеть становятся мутными причем мастичный лак он ценился художником из-за того что он был более эластичный но несмотря на это он тоже он он темнел например быстрее чем домарный лак с этим перед реставраторами а в начале двадцатого века вставал вопрос как улучшить лаки вот и основной путь по которому пошли производители лаков это применение синтетических материалов вместо натуральных так появились акриловые лаки и целые китоновые лаки их смеси но эти лаки обладали другими отрицательными свойствами так акриловые лаки не они ам и раке на основе поливинила цитата еще кстати использовать американцы очень их любили под картины покрыты этими лаками они серели со временем и темнели то есть терялись очень сильно свои оптические свойства но в конце концов все-таки последние достижения химиков вели новые смолы среди них первой смолой которая приближалась по оптическим свойствам с к лаком на основе природных смол можно отнести китоновые смолы вот на основе китоновой смолы бы многими производителями были производились финишные лаки для живописи они также имели некоторые недостатки которые свойственны лаком на основе природных смол говоря о природных лаках на основе природных смол я имею ввиду две смолы это мастичная но главное мастично очень дорогая смола и поэтому лак этот использовался в меньшем количестве но главное это домарная смола вот остановимся под поподробнее на на домарном лаке который собственно используют художники сначала девятнадцатого века вот этот лак обладает прекрасными оптическими свойствами то есть он очень хорошо углубляет живопись оттенки всех второе он имеет очень хорошую выравнивающую способность что это означает что при нанесении лака на авторскую живопись он создает равномерный блеск и слаг может очень иметь хороший блеск но если он в одном месте картины блестит сильно в другом слабо то картина будет пятнистая вот поэтому даже прекрасный блеск не спасет ситуация она должна обязательно блестеть равномерно или матовым блеск может быть финишный или яркие оптические блеск но равномерный это два свойства лака которые любят очень художники но у него есть куча недостатков первый из которых недостаток это что он уже приблизительно через 15 лет начинает желтеть и теряет блеск потом темнеет и может мутнеть из-за чего же лак начинает домарный желтеть основной причиной пожелтение домарного лака является использование так называемого автоокисляющегося растворителя к ним относится скипидар или фракция скипидара пинен дело в том что этот природный растворитель он при старении начинает выделять полимеризуется и выделять такие смолоподобные включения которые являются причиной пожелтения одной из причин и пожелтения вот на самом деле срок хранения скипидара по госту или пинена два месяца вот смотрите если в лаке есть скипидар или пинен которому больше два месяца он активно начинает стареть чему это приводит во-первых пожелтению а второе вот это вот перекиси которые образовались в этом растворителе а они приводят к тому что пленка лака очень медленно сок а может и вообще не вы не высыхать вот это остаточная липкость это все одна из главных причин это применение авто окисляющегося растворителя то есть использовать пинен для лака можно только свежий но художники реставратор не в состоянии контролировать вы же не можете перегнать пинен он начинает кипеть при температуре где-то в районе 150 градусов у нас такого дистиллятора нету то есть не художник не реставратор не может контролировать пинен который он использует поэтому его нужно стараться избегать вот и это является первой причиной почему да а что что вместо него я вам расскажу чуть попозже вот вторая при второй недостаток домарной смолы со всеми вот этими достоинствами которых я говорю это хрупкость после высыхания это смола хрупкая и вот что происходит когда подрамник холст на подрамнике дышит за счет изменения влажности в это время лак нагружается то расширяется то сжимается вот в результате появляется микротрещины эти микротрещины заполняются воздухом вот и вот этот воздух в толще лаковой пленки образует поскольку воздух имеет другой показатель преломления образует пятна похожие на мутные такие вот это называется явление помутнение лака вот то есть второй недостаток этой смолы это ее хрупкость третье недостаток это лаки на основе природных смол я имею ввиду мастикс и домару мягкие они крайне низкую имеют стойкость к влаге и не только влага то что взяли вы там помыли лаковую пленку это конечно очень сильно влияет на на его сохранность но просто влага которая из атмосферы то есть то есть температурно-влажностный режим также влияет на пленки лаков на основе природных смол вот вот все эти недостатки сводят на нет большие достоинства тем не менее до сих пор эти лаки являются самыми популярными в среде художника поскольку как после того как вы нанесли свеже нанесенная пленка этих лаков она прекрасными свойствами внешне обладает в конце я как я уже говорил многие реставраторы связи с этими свойствами лаков плохими работали над изготовлением новых свободных от этих недостатков лака и они как бы все все останавливается на лаках синтетических я упомянул домарный упомянул акриловый лак это первые лаки которые синтетическими стали использоваться на основе растворителей не ни на ни на основе воды вторые это лаки китоновые лаки 2 на основе растворителей право тоже бывает как на водной основе дисперсия 2 так и на основе растворители вот эти Эти лаки отличались от природных, они не имели такой оптический эффект, украшающий живопись, то есть они имели все более низкие показатели преломления, а это связано именно с блеском. Чем выше показатель преломления смолы, тем более высокий цветовой контраст, то есть живопись проявляется сильнее, чем выше показатель преломления у смолы. Все эти лаки, акриловые или ПВА, имеют довольно низкий показатель, у них блеск такой, который художникам не нравится, стекловидный, неприятный. Но в конце концов, в последние годы 20 века, ну где-то с 70-х, нашли смолы. Кетоновая смола уже приближалась по показателю преломления с лаками на основе природных смол. Но точно так же кетоновая смола была хрупкая. Самое последнее у поколения лаки изготовляется на основе новых смол, появившихся недавно, это так называемые углеводородные смолы. Самый знаменитый бренд углеводородной смолы, это смола Regalres. Эта смола обладает очень высокой стабильностью химической, очень стойкая к свету, но поскольку она относится к так называемым низкомолекулярным смолам, она тоже остается хрупкой. Но тем не менее, вот этот лак на основе смолы Regalres или углеводородный, это считается сейчас для реставраторов и для художников самый лучший лак. Он под разными брендами продается, и он уже содержит добавки, кроме смолы и растворителя, содержит специальные добавки, которые улучшают его свойства. Что это за добавки? Первое, это, конечно, пластифицирующие добавки, которые добавляются в лак, чтобы уменьшить его хрупкость, сделать его более эластичным на протяжении всего срока службы. Это светостабилизирующие добавки, которые придают лаку стойкость либо к видимому свету, окружающему нас, либо к ультрафиолету. Это разные вещи. Вот в условиях музейного освещения недопустимо ультрафиолетовое излучение. Это вот лаки есть для музейного освещения. Но есть лаки, которые стойкие и к солнечному свету, которые содержат ультрафиолет. То есть синтетические лаки, в частности лаки на основе смолы и регалорез, содержат добавку пластифицирующую и содержат светлостабилизатор. Вот выпускает самые известные реставрационные фирмы. Первый стал производить такой лак для продажи Бергер. Реставратор, который изобрел материалы Бева. Реставраторы поймут, о чем я говорю. Но сейчас самым лучшим, они все изготовлены в качестве растворителя, используется уайт-спирит. Но уайт-спириты это широкая линейка растворителей. Это не один продукт. Их целая линия есть. В зависимости от того, сколько содержится ароматики в уайт-спирите. Уайт-спирит это смесь двух классов нефтяных растворителей. Алифатических растворителей и ароматических. Ароматика воняет, но это сильный растворитель. Алифатика слабо пахнет, но это слабый растворитель. Классический уайт-спирит это в районе 20% ароматики. Это довольно сильный растворитель. Вот этот уайт-спирит продается, например, приблизительно в хозяйственных магазинах. Использовать в строительных магазинах уайт-спириты для живописи категорически нельзя. Потому что они содержат очень много добавок, которые очень плохо влияют на живопись и на лаковое покрытие. Но есть такие нефтяные растворители уайт-спириты, которые вообще не содержат ароматики. Они даже не пахнут. Есть слабо пахнущие уайт-спириты, которые все-таки пахнут. А есть растворители, которые не пахнут. Так вот смола регалрес растворяется в растворителе, которые не пахнут. Самой низкой растворяющей способностью. Правда, выпускает такой лак только одна фирма американская. Она называется Гэмблин. Лак их называется Гамвар. Это лак на основе растворителя, который вообще не пахнет. Все остальные производители выпускают пахнущие растворители на основе смолы регалрес. Вот этот растворитель считает лак на основе регалрес лучшим лаком для реставраторов. Но его продают и для художников. Потому что фирма Гэмблин поставляет как для реставраторов, так и для художников. Лак этот разрабатывался приблизительно около 30 лет. Исследования всяческие. В основном занимались этим американцы. Такое было бельгийского происхождения и есть химико-реставратор Рене де Ляри. Вот он этим занимался в Вашингтонской галерее, в Национальной галерее. Вот, попутно изучая этот лак и, собственно, выяснив его свойства, этот лак признан реставратором лак класса А, реставрационный материал класса А. И является как бы эталонным лаком для реставраторов, который могут использовать и художники. Этот лак вы легко можете с его свойствами ознакомиться, если в Ютубе наберете лак Гамвар. Вот. Там очень много о нем роликов. Об этом лаке. Но мы вернемся все-таки обратно. После того, как вот были отработаны все эти рецептуры с искусственными лаками, вернулись обратно к домарному лаку, и точнее, лаком на основе природных смол. Больно хорошие свойства у этих лаков были. Особенно такое свойство, как соотношение оптических свойств, которые придает лак, и выравнивающих свойств. То есть, домарный лак очень хорошо выравнивает. Живопись делает однородный поблеск. Вот. Если живопись имеет участки, которые сильно впитывают лак, или которые слабые. Вот это то, что называется прожухание. Да? Так вот, у домарного лака это прекрасные свойства. Это связаны с природой этой смолы, так называемой полидисперсность. Там разного молекулярного веса в природной смоле находятся молекулы этой смолы. В отличие от углеводородного лака. Он очень хороший лак, но он не обладает хорошей выравнивающей способностью. Если у вас картина имеет неоднородную впитывающую поверхность, вы даже покрыв этим самым лучшим разлучшим лаком, все равно не достигнете равномерного блеска. А это очень важно для эстетического восприятия картины. Вот. И поэтому вернулись обратно к домарному лаку. И попытались улучшить его свойства. Первое, что сделали, это, конечно, убрали из его рецептуры, которые больше, ну, если говорить, мастичный лак использовался 500 лет. Домарный, ну, грубо говоря, 200-300 лет. Они очень похожи по свойствам. Так вот, первое, что удалили, скипидар. Ну, то, что на Западе называется терпентин. У нас используется фракция скипидара, пенен. Кстати, нигде, кроме России, пенен не используется в качестве растворителя. Фракция. Только используется терпентин. Это скипидар. Он высокой очистки. У нас не могут такой очистки добиться. Но, тем не менее, даже хорошо очищенный скипидар имеет крайне низкий срок хранения. Он окисляется кислородом воздуха и светом. Даже вот поставили его, и он автоокисляется. То есть, первое, что сделали, стали вместо скипидара использовать растворитель, который не автоокисляется. Обычный уайт-спирит с содержанием ароматики примерно 20%, о которых я говорил, не подходит для этой цели. Нужно ароматики, чтобы было больше. Чтобы он растворил смолу. После этого, то есть, это нужен специальный уайт-спирит с повышенным содержанием ароматики. И тогда этот лак при хранении не будет стареть. То есть, он стареть все равно будет, но срок хранения у него будет не несколько недель, а несколько лет. Вот. Вот это важно. Этот растворитель, первое, это нужно было заменить растворитель. Это сделали. И второе, добавили в состав лака светостабилизатор. Но выяснилось, если ультрафиолетовый светофильтр добавит смолу регалрес, синтетическую, то он отлично защищает от ультрафиолета. А вот природные, и мастикс, и дамара светостабилизатор от ультрафиолета не защищает. Но защищает от света. Вот. То есть, в музейных условиях картины светостабилизированным домарным лаком могут спокойно простоять 100 лет. То есть, в отличие от обычного лака, который через 15 лет начинает уже проявлять, то есть, его удалять надо и вновь перелакировать. Это опасная операция, поэтому продление срока службы жертвенного лака это очень важное значение имеет для реставрации картин. Вот. Причем он может так помутнеть и потемнеть в зависимости от условий хранения, что у него не видно будет изображение. Вот. В результате вот этот лак был разработан как я уже говорил Рене Даляри и Мак Глинч и его разрабатывали в Национальной Вашингтонской галерее. Такой лак выпускает светостабилизированный лак фирма Кремер. Ну и Черная речка тоже стала выпускать такой лак. Он называется лак домарный светостабилизированный. Выпускается в двух видах. В глянцевой версии и в матовой. Немножко о так называемых матовых лаках на основе растворителя. Многие художники не любят яркий блеск картины. Вот. И поэтому импрессионисты, например. Те, они просто не использовали лаки даже по причине, им не нравился блеск лаков. Вот. И поэтому стали использовать лаки с матирующими агентами. Чаще всего для природных лаков в России, правда, их не производят, матовых лаков домарных, насколько мне известно. а те, что есть на рынке, это, скорее всего, Китай или импортные какие-то лаки. Чаще всего в качестве матирующего агента использовался пчелиный воск. Пчелиный воск дает хороший эффект матирующий, но у него есть большой недостаток. При повышенной температуре, где-то когда под 30 в комнате будет, в помещении, где хранится картина, этот лак будет как пылесос тянуть на себя пыль. Потому что у воска низкая температура плавления относительно. Поэтому в современных лаках для реставрации пчелиный воск стараются не использовать. А используют другой матирующий воск. Он называется микрокристаллический. Хорошо проверенный, испытанный воск, очень высоко стабильный. Вот в этом лаке в качестве матирующей добавки вот используется микрокристаллический воск. Таким образом старый лак, который всеми реставраторами признан как не очень стабильный и который требует дореставрации в самое ближайшее время стал достаточно приемлемым вот по новым технологиям которые мы изготовлены. Вот и поэтому компания Черная Речка решила этот лак производить в России. Вот в лаке Черная Речка еще есть несколько компонентов о которых я не упоминал. В частности так называемая антиоксидант антиоксидант не дает пленке которая уже высохла окисляться кислородом воздуха. Все как бы что что это дает какое преимущество особенно для реставратора. Чем пленка домарного лака например менее окисленная тем она легче удаляется слабым растворителем. Поэтому это тоже важная добавка которая улучшает свойства домарного лака. То есть этот лак может использоваться и как художниками и так реставраторами. Особенно интересный этот лак может быть на следующем этапе реставрации. Он может использоваться как финишный лак. Но поскольку он содержит сильные растворители для некоторых тонировок на основе лаковых красок он может быть опасен. То есть снесет тонировки. Но обойти это можно если его наносить методом распыления аэрографом или краскораспылителем. Или использовать краски ну типа акварели которые уайт спирит которых не трогает. Вот. Если же все-таки в плане использования тонировок на основе лаков ну например там гемблин консервейшн колор или другие там на основе паралоида вот этот лак можно использовать следующим образом. Вот выполнена вся техническая реставрация. то есть то есть подведен грунт все вы готовы к выполнению тонировок. Для этого вам нужно проявить старую живопись. Она у вас будет мутная. Вот. И не во всю силу вы ее покрываете всю вместе с подведенным грунтом домарным лаком. Вот. Таким образом вы выравниваете впитывающую способность всей картины. Вот. Дальше наносите тонировки а на тонировки после их высыхания наносите лак углеводородный. То есть вы подготовили вы выровняли лаком домарным впитывающую способность проявили живопись которую для того чтобы корректно тонировки сделать. А после этого наносите лак стойкий даже к ультрафиолету. Вот. Ну а для музейных условий он может использоваться и в качестве финишного лака. Часто вот лаки называют покровный или покровной. Покровной от слова покрывать а покровный это значит последний финишный. Вот. Тут ну так это название проявилось и так называют почему-то лаки покровными. До революции называли только покровный лак. Вот старые книжки почитайте везде покровный нигде нет покровной сейчас покровной везде. Вот как бы теперь немного о водорастворимых лаках то есть о лаке черной речки я вам рассказал о его достоинствах теперь немного поговорим о лаках на основе воды. Это как бы все они представляют собой дисперсии чаще чаще всего акриловые но если новые самые хорошие дисперсии это так называемые акрилуретановые дисперсии их мало кто выпускает в частности выпускает фирма Валеха Испания они выпускают линейку акриловых лаков для разных целей вот и некоторые из лаков могут использоваться для реставрации все они содержат ультрафиолетовый фильтр то есть водостойки но дело в том что если вы например акриловую живопись нанесете на нее обычный акриловый лак то в случае повреждения лакового покрытия по какой-то причине вам нужно его удалить вы сможете его удалить только вместе с живописью то есть это будет одно целое вы не сможете отделить лак от живописи вот и поэтому акриловую например работу выполнена акриловыми красками лучше покрывать лаком на основе растворителя это лак съемный будет понимаете потому что растворители которые используются можно удалить не опасными для акрила растворителя но но вот эта фирма она выпустила так называемый съемный лак он акриловый со светофильтром он выпускается в трех версиях матовый глянцевый сатиновый и который можно удалять не повредив живопись чем же удалять а водой но только не обычной водой а щелочной водой то есть если вы соду добавите пищевую воду то содовым раствором вы этот лак удалите этот лак у него большое достоинство водных лаков они не пахнут они очень быстро сохнут они хорошо совместимы с водными техниками живописи тот же акрил тот же пва вот и поэтому вот этот лак он может использоваться и как постоянный если вы не хотите его удалять это хороший прочный лак который удаляется не растворителями которые опасны для живописи а обычной водой при этом акриловую живопись не тронет или темперную живопись тоже яйцо то есть это как вариант может использоваться естественно после проверки вот на этом как бы о лаках можно говорить целый день вот и нельзя как говорил Казьма Прутков объект необъектный вот поэтому все пожалуй надеюсь что-то интересное услышали всего доброго подозр и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...